Продолжение следует... Каждый бренд проходит несколько стадий. На первой стадии им пользуются и среди его клиентов выступают инноваторы. Люди, для которых этот бренд новый и они очень заинтересованы в той ценности, которую этот бренд несет. После чего бренд становится старше и в свою орбиту включает клиентов, которые являются ранними последовательными, ранним большинством. А потом он уже становится достаточно популярным, чтобы на него посмотрели очень широкие аудитории. Еще одной особенностью маркетинга является использование цифровых технологий и социальных медиа. Они активно применяются для привлечения внимания к бренду, взаимодействия с потребителями и увеличения узнаваемости компании. Молодые бренды активно ведут свои аккаунты в социальных сетях, проводят креативные рекламные кампании, что позволяет им быть ближе к своей целевой аудитории. Самый главный этап, самая главная сложность нового бренда – это перейти пропасть между ситуацией, когда им пользуется лишь инноватор, особенно если это инновационный бренд, к более широкой аудитории. И именно здесь маркетинг может помочь. Именно здесь мы должны информировать и делать бренд удобным для использования для широкой аудитории. Потому что обычно молодые бренды, им не хватает такого прикладного удобства. Молодые бренды – это не просто модные марки, а целая философия жизни, в которой главными являются творчество, самовыражение и стремление к переменам. Они не просто следуют трендам, они создают их, вдохновляя всех вокруг. В виде успеха каждого из них, новички в области маркетинга и продвижения своих брендов стараются всеми силами повторить чужой путь. Однако, не зная базовых шагов по раскрутке, каждый из них рискует остаться в пучине неведения. Любой бренд, который хочет быть успешным, он должен учитывать четыре фактора. Первый фактор – его продукт должен быть качественным, без этого успех бизнеса не получится. Второе – это справедливая цена. Третье – это удобство дистрибьюции и место, где наш клиент может купить, приобрести товар или воспользоваться услугой. И четвертое – это промоушен, это информированность о бренде. Таким образом, универсальных способов стать владельцем популярного бренда не существует. Однако, базовые правила необходимо соблюдать. Каждый из пунктов способен привести даже самую неизвестную компанию к успеху, если их будет отличать уникальность и стремление владельцев к достижению цели. Влада Голубева, Елизавета Газизянова, Николай Осуховский, Универ Новости.